Здравствуйте! В прямом эфире информационная служба Кухчак Парад в студии Александра Гауэрт. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Аким области Ермек Мажепаев с рабочей поездкой посетил Целеноградский район. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Зарина Женисбекова. Избыток гуманитарных профессий и как студенты ищут работу и почему наблюдается дефицит технических профессий. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Зарина Беккалиева. Председателем партии Нур-Отан избран президент Касым Жумар-Тукаев. На 21-м съезде политической организации, который проходит в онлайн-формате, его кандидатура принята единогласно. Глава государства отметил, что мы должны извлечь уроки из январских событий. В своем выступлении президентом также отмечено, что благодаря единству нашего народа страна выдержала эту ситуацию. Внешнеполитическое ведомство будет информационно сопровождать новые реформы президента за рубежом. Вместе с тем предпринимает усилия по устранению административно-правовых барьеров, привлечения иностранных инвестиций. Глава правительства провел совещание про разработки программ, посвященных этому году. При этом Министерство внутренних дел также поделилось своими планами. Отметим повышение правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов. Необходимо поэтапно передавать финансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местный уровень, так сказал премьер-министр Алихан Смаилов на совещании по системе здравоохранения. По его словам, фонд социально-медицинского страхования должен управлять бюджетными деньгами, постепенно прекращать распределение и искать дополнительные источники финансирования. В прошлом году из казны в эту сферу было выделено 2,3 трлн тенге. Принято новое постановление, смягчающее карантинные требования. Согласно документу, в регионах зеленой зоны деятельность субъектов участников проекта АШИК не ограничивается. А в желтой и красной зонах запреты будут смягчены в зависимости от эпидситуации. Количество мест для посетителей фиксировано. Например, синий цвет в приложении АШИК увеличен с 50 до 70%, а в регионах с повышенным риском заражения – вирусом с 30 до 60%. Однако в столице обостряется ситуация с заражением коронавирусом. С начала этого месяца заболели 72 тысячи человек. Это 44,6% заболевших на территории страны. Некоторые группы людей предполагают, что заразиться и вылечиться, а не получить вакцину. Однако это ошибочно. В преддверии юбилейной даты первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев встретился с послом Республики Корея Кухонг Сонг. Оба государства имеют большой потенциал в политическо-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На встрече дипломанты обменялись поздравительными письмами, направленными президентами двух стран. Стороны намерены и дальше укреплять партнерские отношения. Статистика по COVID-19 на 28 января 2022 года. В мире зафиксировано 1 млн 470 319 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за последние сутки выявлено 12 558 человек с положительным ПЦР-тестом. В Алматы 2307, в Нурсултане 2124, в Карагандинской области 2043, в Валдарской 1140, в Акмолинской 901, в Костанайской 583, в Западно-Казахстанской области 513, в Актюбинской 479, в Алматинской 455, в Североказахстанской 453, в Восточно-Казахстанской 451, в Атраусской области 354, в Жамбылской 230, в Горде-Шемкенте и в Мангостаусской по 154. В Казахстанской области 124, в Туркестанской 93 случая. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространения коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. С апреля 2020 года на базе детского инфекционного отделения многопрофильной областной детской больницы был развернут инфекционный стационар для детей на 15 коек. Процент заболевших детей в 2020 году коронавирусной инфекцией составил до 3% от удельного веса всех заболевших в Акмолинской области. В 2021 году до 5%. В 2021 году здесь пролечено 287 детей с коронавирусной инфекцией. С января 2022 года госпитализация детей в инфекционный стационар увеличилась. Пролечено с 2022 года 27 детей, как из районов, так и городских жителей. В связи с увеличением заболеваемости дополнительно развернута 5 коек в инфекционном стационаре. На сегодняшний день по области на стационарном лечении находится 23 ребенка. Из них 16 детей находятся в областной детской больнице. Заполняемость при этом коечного фонда составила 80%. Дети поступают в основном в средней степени тяжести на самостоятельное дыхание. Тяжелых детей среди них нет. Зачастую дети выявляются при госпитализации в соматические отделения с другими заболеваниями. После положительного получения ПЦР результатов, дети с фильтров переводятся в инфекционное отделение. По сравнению с 2021 годом, болезнь коронавирусной инфекции у детей проходит легче. Получившие вакцину дети не заболевают COVID-19 и вовсе. Один ребенок поступил с клиниками негита. Общая мозговая симптоматика – это как головная боль, рвота, положительные негиальные знаки. У болеющих и переболевших детей в нынешнем текущем году не выявляется клиника поражения легких, что говорит о более легком течении заболевания и каких-либо осложнений, как было ранее в 2021 году. Серьезное осложнение в 2021 году КВИ детей было зафиксировано у семи детей. Зарина Беккалиева, Александра Гауэрт, Павел Соловьев, Жанбыл Болтаев, Кукщаях, Парад. Эпид-ситуация в Акмолинской области не улучшается. За последние сутки выявлен 901 заболевший. Ситуация в районах тоже нестабильная. Об эпид-ситуации в Биржан-Сал и в сельском районах далее в сюжете. С 12 января в районе Биржан-Сал увеличилось количество заболевших. Их число составило 200. Из них 157 симптомных и 43 бессимптомных. За первую неделю января в районе фактов заражения зафиксировано. С 12 января ситуация ухудшилась. Эпидемии охвачены 200 человек. 26 заболевших находятся в больнице. Остальные получают амбулаторное лечение. Они помещены на карантин на 10 дней. В сельском районе с начала года заразились 315 человек. Неблагоприятные погодные условия также влияют на здоровье. Население, говорит главный санитарный врач района. На сегодня эпидемиологическая обстановка неблагоприятная. По республике за последние сутки зарегистрировано 11 800 с лишним случаев заболеваемости. По области зарегистрировано 916. По району за последнюю неделю была зарегистрирована заболеваемость в 3,8 раза выше предыдущей недели. В этом году более 10 тысяч человек в регионе заразились COVID-19. За последнюю неделю уровень заражения вирусом вырос в 2,5 раза. По мнению специалистов, основной причиной распространения заболеваний является нарушение населением карантинных мер. В Целеноградском районе открыт спортивно-оздоровительный комплекс. На презентации нового объекта побывала к ему власти Ермек Маржикпаев. Кроме того, состоялась церемония открытия школ в селе Тонкирис, Раздольное. Завершено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках госпрограммы АО «Ельбисыга». На церемонии открытия собрались жители района, которые ознакомились с новым объектом. Поздравляю всех с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса. Глава государства отметил важность развития массового спорта. В нашем регионе открываются современные объекты, спортивные направленности. Мы продолжим уделять этому внимание. В селе Тонкирис завершено строительство школы в современном стиле. Учреждение рассчитано на 110 мест. Стоимость проекта – полтора миллиарда тенге. Материал ЛСТК – это легкие стальные, так, осенные конструкции. Всю работу мы начали в сентябре. Материал называется ЛСТК. Это первая современная школа, построенная в СНГ. У нас есть другие проекты. Для нашего села это радостное событие. Наша школа оборудована. У нас 145 учеников, 27 учителей. Сегодня здесь всем представляется возможность работать по новым технологиям. Открыты новые кабинеты. Оборудованы кабинеты химии, биологии, физики. Сдана в эксплуатацию школа на 80 мест в селе Раздольное. На строительство объекта из госбюджета выделено 500 миллионов тенге. Сейчас мы открываем конкурс школы, все вместе с нами являемся свидетелями. На 80 ученических мест и 9-летним циклом обучения вы помните, наверное. Ранее школа была начальная, она располагалась, приспособлена в однотажном здании, в котором обучалось всего 25 детей. Я сюда приезжал, я к нас, и встречался с вами, со многими из вас, когда вы сказали, что она необходима школа. И вот сегодня, по прошествии двух лет, двух с половиной лет, мы являемся свидетелями того, что мы открыли новую школу. С чем я вас еще раз поздравляю? В Акмолинской области до 2025 года планируется построить 43 школы. В настоящее время основное внимание уделяется контролю качества завершенных строя объектов. Повышение цен на социально значимые продукты питания – главный вопрос, который волнует население. В целях борьбы с проблемой проводятся мониторинговые мероприятия. Часто выявляются факты недобросовестного повышения цен. Для стабилизации стоимости на продукты питания в стране президентом дан ряд поручений. В Акмолинской области проводится системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Проводятся широкие разъяснительные беседы среди субъектов бизнеса. Это способствует недопущению роста цен, стоит отметить. На сегодняшний день осуществляется мониторинг продовольственных товаров в торговых объектах в целях выявления фактов повышения торговой надбавки свыше 15%. На сегодняшний день также по поручению президента созданы комиссии в каждом регионе. Это по цепочке ценообразования продовольственных товаров. Здесь мы уже детально рассматриваем, потому что зачастую бывает по тому или иному товару несколько звеньев поставщиков. Поэтому здесь поручено провести эту работу, чтобы по минимуму сокращать эти объемы. Значит, мы с прошлого года, с ноября эти комиссии функционируют. Мы уже рассматривали вопросы, приглашали и автовых поставщиков наших крупных, выездные заседания тоже проводили, посещали объекты, торговые сети, наши магазины, предприятия наши по производству именно продуктов питания. Стабильно осуществляются поставки и реализация товаров из регионального стабилизационного фонда и в рамках заключенных договоров по оборотной схеме через четыре социальных магазина СПК Кокше. Отметим, эти торговые объекты построены за счет местного бюджета. В Стабфонд закуплено более трех тысяч тонн товаров. Продукцию торгового дома «Гормалзавод» можно приобрести напрямую по ценам завода. Куриную продукцию, близ терминал птицефабрика, также макенской птицефабрики, бренд «Кус в вкус» тоже можно приобрести. Курочка «Ляба» бренд, птицефабрика «Капитал Проджет». Также там можно приобрести картофель, который у нас по оборотной схеме. Тоже продукцию стабилизационного фонда можно назвать. В Зелендинском районе картофель хранилище по доступной цене. По куриному яйцу и у нас молочная продукция в ассортименте. Принимаемые меры позволяют выполнить поручения главы государства. С начала года индекс цен на социально значимые товары по области составил 0,2%. Что ниже среднее республиканского показателя, Акмолинская область находится на шестом месте. Работа по сдерживанию цен продолжается и находится на постоянном контроле. По статистическим данным, динамика цен на социально значимые продовольственные товары в сравнении с декабрем 2021 года следующая. Рис шлифованный весовой в декабре стоил 254 тенге за килограмм. На сегодняшний день стоимость составляет 253 тенге. Мука пшеничная первого сорта в декабре 2021 года – 184 тенге за килограмм. В январе 2022 года цена не изменилась. Крупа пшеничная стоила 416 тенге, стоимость осталась прежней. Хлеб пшеничный из муки первого сорта также не подорожал и не подешевел – 163 тенге. Рожки без изменений – 265 тенге за килограмм. Говядина – 2007 тенге, без изменений. Мясо кур – 981 тенге за килограмм, цена осталась прежней. Молоко пастеризованное, цена за литр в декабре составила 254 тенге. На сегодняшний день стоимость держится. Кефир – 312 тенге, творог – 1189 тенге. Яйцо куриное упало в стоимости в декабре, цена составила 341 тенге. В январе – 338 тенге. Масло сливочное и несоленое стоит столько же, как и в декабре – 2509 тенге. Масло подсолнечное – 796 тенге, стоимость осталась прежней. Капуста белокочанная выросла в цене сразу на 11 тенге за килограмм. Лук репчатый – 100 тенге за килограмм. Морковь – 132 тенге. Картофель – 142 тенге. В декабре – 144 тенге. В январе текущего года. Сахар-песок подорожал на 3 тенге. Стоимость – 301 тенге за килограмм. Соль поваренная пищевая держится в отметке 59 тенге. Государство теперь будет вводить субсидирование стоимости зерна для производства социального хлеба с целью стабилизации цен на главный продукт питания. Об этом 12 января заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. В целях стабилизации ценных хлеб для производства социального хлеба в регионы введены субсидирование стоимости зерна по продовольственным контрактам. Этот механизм готов к реализации зерна на внутренний рынок. До 1 июля 2022 года введены ограничения на экспорт семян подсолнечника в объеме 125 тысяч тонн и 110 тысяч тонн подсолнечного масла. Запрет на экспорт картофеля и моркови сроком на 3 месяца. Александра Гауэрт и Мирко Шибаев, Кокщик, Парад. Проблемы водоснабжения региона главенствующие и требуют постоянной поддержки непрерывной работы. На сегодняшний день охват централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов области составляет почти 89%. В шести населенных пунктах работа полностью завершена. Однако в целом проблема качества воды пока остается нерешенной. По итогам прошлого года в 14 населенных пунктах установлено два блочных модуля для водоочистки. В 170 населенных пунктах необходимо провести реконструкцию систем водоснабжения. В целом по городу, если так смотреть, то у нас есть вопросы по водоснабжению. Максимально оперативно мы устраняем аварии. Сейчас активно ведется работа по реконструкции водоочистных сооружений. Буквально на прошлой неделе, на этой неделе мы активно работаем. Я думаю, в ближайшее время данная работа встанет в свое нужное русло. Проблема качества питьевой воды в регионе не сбавляет лидирующих позиций уже несколько лет. Жители используют воду из колонок, покупают в магазинах. Некоторые устанавливают фильтры в квартирах. В некоторых дворах установлены специальные аппараты с очищенной водой 10 тенге за литр. Это ли решение? Повторюсь, да, ВОЗ я действительно не рукаю. Проблема есть с качеством именно. На прошлой неделе, вот на этой неделе мы встречались с подрядчиками, будет правильно, да? В каком плане? Сейчас данный проект на корректировке. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем с корректировки. У нас вопрос был по оборудованию. Я думаю, мы эту проблему все понимаем, знаем, не рукаем, не скрываем. Но хочу заявить, что в данном направлении мы работаем. В планах работа в направлении канализационно-очистных сооружений 25 больших и 48 малых городов республики уже готовы к реализации проекта. Это республиканская программа по линии государственно-частного партнерства. Кокшетау вошел в данную программу как крупный город. В планах до 2025 года охватить 100% централизованным водоснабжением весь регион. В Акмолинской области в рамках проекта «Туган-Жер» в прошлом году на реализацию социальных проектов выделено около 2,5 миллиардов ценге. В регионе немало людей, вносящих вклад в сферу культуры, образования, науки и оказывающих материальную поддержку. При поддержке 300 меценатов реконструировано 27 объектов и построено 26 новых. Жители села Урюпинка Акульского района благодарны местному предпринимателю Сергею Шукшееву. Бизнесмен обновил школьную мебель, приобрел компьютер, принтер, интерактивную доску. Заслуга предпринимателя, внесшего значительный вклад в благоустройство села, вызвала искреннюю признательность населения. Необычным подарком в Новом году для детей стал спортивный тренажер с элементами скалотрома. Это одновременно и спорт, и развлечение. Дети с удовольствием занимаются скалолазанием, которое делает их здоровыми, сильными, ловкими, развивает целеустремленность и волю в победе, позволяет подготовиться к соревнованиям по туризму. Бизнесмен Александр Дворцевой поддержал строительство спортивной школы Киоку Шинкай, выделив более 2 миллионов тенге на ее строительство. Компания занимается производством строительных материалов и строительством. Дома мы строим как раз для эконом-класса, для людей с небольшим доходом под государственные программы, под всякие. Какие есть программы, мы участвуем в них. Стоимость у нас заметно ниже. Также меценаты призвали оказать максимальную поддержку и других предпринимателей. Екатерина Прибылых, Айгерем Бегенова, Салтанат Бесенова, Жирсену Мирзак, Кокшахпарат. В октябре прошлого года президент поручил объединить две молодежные организации Жангаружилы и Жарасым в одну молодежную общину под названием Ассамблея Жастара. Акмолинская область стала одним из первых регионов, которая прошла юридическую регистрацию. Была представлена работа по разъяснению новых шести направлений организаций для будущих проектов. Шесть направлений было представлено в рамках Ассамблеи. Это сохранение национально-исторического и культурного наследия, дальнейшее развитие нации, экологии и сохранение окружающей среды. Использование социального лифта для профессиональной ориентации молодежи, развитие маркетинга и социальных сетей, создание познавательного контента и развитие военного патриотизма. Участники активно предлагают свои проекты. Пять акмолинских спортсменов представят страну на 24-х зимних Олимпийских играх в столице Китая – Пекине. По словам тренеров, во время пандемии спортсменам было непросто подготовиться. Однако наши соотечественники усердно работали, чтобы защищать честь региона. Один из участников соревнований – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участник трех Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр Евгений Величко. По словам его тренера Виктора Васильева, на спортсмена возложены большие надежды. Его подготовка шла к этим Олимпийским играм сложно. У него тяжело болел отец. Когда он участвовал в декабре в Лилихамере на этапе Кубка мира, нужно было завтра выходить на гонку, у него отец скончался. Это была утрата. Это очень тяжело, но он это преодолел. Я думаю, выступлением на Олимпийских играх он посвятит и выступление это отцу. В целом из нашего региона в Китай отправились трое лыжников, один биатлонист и один парашютист. Это Евгений Величко, мастера спорта Республики Казахстан Валерия Тюленева и Надежда Степашкина. Мастер спорта международного класса по биатлону Александр Мухин и паралимпиады Денис Петренко. В эти дни они готовятся защищать честь страны на зимней Олимпиаде. После Олимпийских игр будут проходить паралимпийские игры. Также есть представитель Акмолинской области Денис Петренко. Он уже принимал участие на прошлых паралимпийских играх. Он является представителем спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями Мирген. Все мы помним, как представитель данного клуба Дегтярев Давид порадовал нас всех золотой медаль на летних паралимпийских играх. Поэтому будем болеть также за Дениса. 24-е зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая, Пекине. Главное соревнование года будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Казахстан» и «Каспорт». Зарина Женисбекова, Фариза Солбекова, Павел Соловьев, Алмаз Адвокасов, Кокщи Афпарат. На этом выпуск новостей подошел к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова